Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь с вами на канале «Радость моя». Я постараюсь ответить на вопросы, которые приходят на сайт «Закон Божий». И вот некоторые вопросы касаются, я бы сказал, злободневной темы – брак и развод. Вот раба Божия Елена спрашивает. До свадьбы мой муж казался мне прекрасным человеком. Но оказалось, что он никогда не учился, нигде не работал и не собирается по причине своей борьбы с ИНН штрих-кодами, паспортами. «Все время ждет прихода Антихриста, начал поднимать на меня руку. Фрам не ходит, не причащается. Говорит, что раз мы венчаны, то он имеет надо мной духовную власть. Священник, который нас венчал, предлагает развестись. Как быть? Так важно до свадьбы глубоко друг друга узнать и получить благословение своих родителей. Родители как-то очень беспокоятся о своих детях. И Господь дает им особую благодатную власть чувствовать и направлять жизнь своих детей. Вот не дай Бог как-то здесь торопиться и идти вопреки воле своих родителей. Если действительно друг друга любите, то сможете их убедить, потому что они вас любят и не желают зла своим детям. А здесь, видимо, Елена вступила в брак, не разобравшись. И, конечно, это целый букет совершенно искаженного псевдо-православного поведения. Это не православие. Господь зовет нас к победе над грехом и смертью. А вовсе не боятся каких-то там ИНН, каких-то там чисел, каких-то штрих-кодов, там, паспортов. Никакой власти особой он над вами не имеет, раз вы венчаны. Это все такие вот заблуждения, там, само-самокит, вот, появозношения или еще что-то. Вот священник, который вас венчал, говорит, что нужно разводиться. Мне кажется, что нужно бороться за семью до последней крайности. Вот когда она наступит, это, конечно, вот так вот по телевизору не скажешь. Но я надеюсь, что она еще не наступила. И как-то вот надо советоваться с батюшкой, вот, что делать, чтобы как-то мужа образумить и направить его на спасительный путь. Ведь Господь в раю сказал, в поте лица будешь добывать хлеб свой, как же можно не работать? Это вот такое фарисейство, абсолютно недопустимо. И вот если исходить из того, что все-таки ваш муж, вот, и человек, и православный человек, то есть надежда, что он может образумиться и исправиться. Поэтому вот какое-то время прилагать усилия для того, чтобы семью сохранить, мне кажется, необходимо. Ну, а если вот и батюшка говорит, что надо разводиться, и вы сил не чувствуете, уже вот они иссякли. Ну, и придется идти на эту крайнюю и очень нежелательную меру. Ну, вот я надеюсь, что все-таки ваша семья сохранится. От всей души вам этого желаю. Помоги Господи вам, Елена. Вот раб Божий Алексей пишет. У нас с женой четверо детей. Она беременна пятым. Категорически против аборта. Я, старшие дети, родственники, помогающие воспитывать детей, против ребенка. У мамы жены от переживаний отказали ноги. У меня нервные срывы. Разрушается семья. Четверо, а может быть и пятеро детей, могут остаться без отца. Какой выход из этой ситуации? Видите ли, Алексей, мне кажется, что вот проблема так и называется. Алексей. Как-то отец может пять детей оставить без отца. Вот абсолютно неправильная постановка вопроса. Надо трудиться день и ночь, чтобы обеспечить, пусть какие-то скромные, очень скромные условия для вашей семьи. Но разве можно прерывать жизнь, уже зародившуюся? А то, что четверо детей под влиянием папы, родственников, думают о чем-то ужасном, это вина родственников, которые детей ставят перед чудовищным выбором. Это, ну, горе тому, кто соблазнит одного из малых сих. Вот я жил, конечно, в более счастливые времена, и слово аборт, я просто не знаю, когда я его узнал, я не помню. Но взрослым человеком, не ребенком, не было таких слов. Даже развод, так сказать, не было в обиходе, потому что еще вот шла такая добрая, по-настоящему христианская традиция создавать прочные семьи. А идти, так сказать, вслед не просто лукавым духом века сего, а преступным духом века сего, это, мне кажется, крайняя степень неразумия. А то, что многодетная семья, конечно, обречена на очень многие лишения объективные и тесно просто, она не может жить как-то с каким-то там особым комфортом и достатком. Ну да, но зато Господь вознаградит вот этот подвиг, это самоотречение, вот эти лишения и это послушание воли Божией. Вот жизнь человеческая от Бога зачинается. И вот Господь благословил вас еще одним ребенком. Так что, мне кажется, благодарите Бога, кайтесь в своем малодушии и просите у Господа нести тот нелегкий крест, который вот вам с орденом нести. В Библии говорится, что если мужчина женится на разведенный, то он прелюбодействует. А я была разведена. Что нам с мужем делать? Ведь мы уже поженились, есть дочь от первого брака и сын от второго. Как нам поступить? И можем ли мы обвенчаться? Спрашивает раба Божия Юля, конечно, вы можете обвенчаться, конечно. И Господь, вот произнося эти слова, имел в виду, чтобы по возможности люди сохраняли чистоту, верность и строгость нравов. Господь силен простить любой грех, любую ошибку исправить, которую совершили люди. У вас уже сложилась семья, у вас уже есть ребенок. Разрушать эту семью никак нельзя. Но пойти в храм и сказать, вот при лицом Божьем, да, Господи, вот сложилось, как сложилось. Прости нас, Господи. Вот покатись при лицом Божьем. Конечно, Господь простит и управит вашу жизнь, потому что Господу угодно и спасение, и счастье каждого человека. Но если вот жизнь сложилась так, не ставит же на вас какую-то клейму. Это совершенно недопустимо. Так что не сомневайтесь, но вот с верой, покаянием, вот шествуйте по жизни и будьте счастливы. Дорогие друзья, прощаюсь с вами. Надеюсь на дальнейшие встречи в эфире. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы на сайт Закон Божий. Отвечать на них – это такая приятная для нас возможность глубокого общения с вами. Всего доброго. Господь да благословит вас на всех ваших путях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова